Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, допустим ли православному человеку носить красную нить на запястье. Что вы имеете ввиду под этим вопросом? Ведь мы сейчас напуганы немножко тем, что все ходят с этими красными нитками, не помню откуда они из Иерусалима, что ли, их вяжут, какой-то заговор, не заговор, человеку на руку, вроде бы человек был в святых местах, вот теперь ему сказали, что это хорошо, а он не разобрался. Что это за красная нить? Это может быть красная нить какая угодно, правда? Вот подойдет ко мне ребенок мой и скажет, пап, ты знаешь, я хочу, чтобы ты вспоминал обо мне почаще, повяжет мне на руку эту красную нитку, буду ли я ее носить? Буду. Посмотрит на меня и скажет, смотрите-ка, священник идет, вот, а у него красная нить на запястье, значит, это вот та самая красная нить, да что ж такое, надо ему сказать, он заблуждается очень сильно. Никто не спросит или постесняется, батюшка, а почему у вас красная нить вот на запястье? Я не буду объяснять, если увижу, не думаю, он говорит, наверное, объясню. Вот, и я буду носить эту красную нить, потому что она будет для меня дорога, потому что это проявление любви моего ребенка ко мне, к примеру, да? Или же, как, знаете, вот узелки на память вязали раньше. Теперь проще все в телефоны записать мобильный себе, поставить памятку даже с будильником. Да, раньше такого не было, узелок на память или что-то еще. Вот, происхождение этой красной нитки. Если это какая-то действительно непонятная история с каким-то заговором там, или с каким-то добрым пожеланием, которая, естественно, ни церковью не инициирована, не в храме вам дана, как благословение, да, многие носят там четкие на руке, если у них благословение есть на это, еще какие-то там браслетики даже с иконами. Я не очень этого понимаю, я считаю, что это неправильно категорически. Вот, но неважно, всякие святыньки там продаются, этот весь бизнес. Есть греческие, вот, или уже постгреческий, русский, да. Но все-таки, да, наверное, этого делать не надо, вот эту красную нитку носить, непонятно какую, не нужно. А так просто смотреть на человека, говорит, у него красная нитка на руке, значит, он все неправильно делает в своей жизни, тоже неправильно. Вот, спрашивать тоже неправильно. Чего лезть-то в другую жизнь, правда? Вот. Да и вообще, мне кажется, что христианину, по большому счету, кроме креста, ну, что нам еще носить на себе? Для чего? Часы только, чтобы время смотреть. Ну, сейчас, кажется, оно в телефоне есть у всех. Чем меньше на себя навешиваешь, тем свободнее себя чувствуешь, да. Вот. А про красные нитки на руках у других людей, знаете, как шутка такая. Мне очень она нравится, я ее одним из своих священнических девизов взял, что вот, баю, бабушки, баю, не ложись на краю, а хотя давай ложись, что я лезу в твою жизнь. Да, вот как-то так. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.